Почему исцелилась десять, а вернулась два? Да, один. Это про десять прокажённых мужей речь идёт. Проказ – такая болезнь, она заразная была. В этой связи существовал Господний закон Божий, как Господь в Ветхом Завете открывает, что если человек заболел проказой, то его нужно изгнать из общества. Эта проказа символизировала нечистоту человека. Человек считался нечистым, изгонялся он из общества. Но это было установлено из санитарных целей, потому что болезнь заразная. Нужно было его из общества изгнать, чтобы не распространялась дальше болезнь. И вот эти прокажённые кучками держались друг дружкой, потому что они уже прокажённые, и вместе им не страшно. Уже болеют, ничего не сделаешь. И вот они кучкой держались. И если вдруг болезнь проходила, а такое случалось, хоть и не часто, то человек должен был прийти к священнику. И священник должен был освидетельствовать, что болезнь прошла, и объявить его очистившимся. После этого он возвращался в общество. Так вот, когда эти десять мужей прокажённых обратились ко Господу, «Господи, помилуй нас, Иисусе наставниче», то Господь им сказал, «Дети, покажите священнику». Он их послал фактически выполнить то, что надлежало выполнить в случае, если они очистятся по закону Моисееву. Он их отправил выполнять формальный закон, который существовал. И они пошли, и по дороге они очистились. Факт того, что они пошли, хотя на них ещё проказа была, они уже пошли. То есть это о чём говорит? О том, что вера у этих людей всё-таки была. И поэтому они послушались Его и пошли, а по дороге очистились. И вот когда они очистились, то девять продолжили свой путь к священнику, чтобы показаться и чтобы он засвидетельствовал. Фактически они выполняли так формальный закон. А один вернулся, упал в ноги ко Христу и благодарил Его. И Господь открывает здесь своё ведение. Он говорит, не десять ли очистились? Где же девять? Как они не вернулись воздать слава Богу? Здесь, конечно, момент очень тонкий. Потому что, с одной стороны, они всё-таки не просто так очистились и пошли домой. Они всё-таки пошли в храм, они всё-таки здесь же, как положено. Всё это выполнялось. И, собственно говоря, Он им сам сказал, пойдите покажите. Они пошли и показались. Здесь формально они всё-таки где-то, наверное, правы формально. Но по духу они не правы, потому что нужно было поблагодарить, вернуться, как вот тот вернулся. Он вот пришёл, вернулся, поблагодарил. Потом, наверное, тоже пойдёт, покажется и всё это сделает. Но он сначала вот это сделал дело. И вот это, по духу, оно важнее, чем это формальное выполнение закона. Без комментариев и без выводов. Без комментариев и без комментариев и без комментариев, Угу. Продолжение следует...